Всем салют, друзья! С вами Маракаси. Сегодня я хотел бы показать добротный бой на советском танке Объект 260. Крайне крутая машина, скажу я вам. Реально было интересно смотреть данный бой и познавать этот танк. Ну и сегодня, в общем-то, у нас новости разнообразные и среди них весьма даже важные. Первая новость это день рождения Михаила Кошкина. Боевые задачи с 29 ноября по 2 декабря. Собственно, тут у нас ЛБЗшки. Первая ЛБЗ уничтожит 15 танков противника за любое количество боев. Дается 5000 единиц опыта. Три раза на аккаунт доступны это. Следующая ЛБЗ попасть в топ-7 своей команды по урону. В три раза больше опыта экипажа марка СССР. Но это только для техники советской и то не всей. Учтите это. Вторая ЛБЗ. Заработать 5 марок СССР. Дается до паек 5 порций. 5 раз на аккаунт это можно получить. Еще одна ЛБЗ. С помощью игрока техники противника должно быть нанесено 500 единиц урона за бой. В два раза больше опыта экипажа. Дается и марка World of Tanks. И последняя ЛБЗшка. Заработать вот как раз 5 этих марок и дается опять-таки 5 автоматических огнетушителей. И 5 раз на аккаунт это доступно. Ну, конечно, не супер-купер все вот эти вот плюшки. Но так как еще и подарки для ветеранов сейчас вот выдают. Если вот вы сейчас вот придете, зайдете в ангар, то тогда в таком случае вам сразу же выдадут подарки. В зависимости от того, когда вы зарегистрировались. Также некоторые игроки пишут, что они получили очень много наград. И у них очень много боев, но при этом танк им не дали. То есть, я не знаю, то ли разработчики какую-то хитрую схему сделали, что если вот ты много играл, там у тебя много боев, то ты можешь все-таки получить больше плюшек из этих коробок. То ли просто везет игрокам. То есть, я заметил такую вот закономерность, что некоторые игроки из этих коробок для ветеранов получают как-то не очень много, а другие же прям получают очень много. Там по неделе премиум аккаунт, вот реально мне скрины кидали, это полная жесть. Непонятно, как это разработчики все придумали и даже информации пока что по этому поводу нет. Ну, может быть, потом появится. В любом случае, все игроки от года могут получить награды для ветеранов. Спешить и бежать в ангар в принципе смысла нету, потому что забрать их можно до 28 ноября. Да, 2020 года. То есть, возможно, в следующем году нас будут ждать новые подарки для ветеранов. Но это не точно. Далее вы можете обзавестись еще одним подарочком, золотым подарочком, а именно выиграть золото в этом видео. Достаточно всего лишь прокомментировать видос и в видео указать свой игровой ник. В общем-то, не забудьте досмотреть видео до конца, так как это тоже увеличивает ваши шансы на выигрыш. Также, если интересно, наводкид сейчас проходит глобальная распродажа всех категорий. И по моему промокоду Maracassi вы получаете еще большую скидку. И в итоге можно получить, ну реально, премиум танки за сущие копейки. Если, конечно, повезет. И далее, что стоит отметить, довольно-таки неплохая еще возможность. Все-таки я рекомендую воспользоваться Twitch Prime. И так как я сейчас вот пристально наблюдаю за всем этим, я сам, в общем-то, подбираю тех людей, кому можно доверять. Кто занимается этим напрямую и создает первоклассный аккаунт от Twitch Prime, чтобы обеспечить своих зрителей такими вот подарками, как премиум танки. И также специальный экипаж, то есть командир в данном случае советский, дается совершенно бесплатно с тремя перками. Ну то есть за всего 88 рублей вы получаете действительно годные призы. Так что по ссылке воспользуйтесь ими, дабы, в общем-то, не потерять во всем этом. Далее, что стоит отметить, довольно-таки немало важной вещи. Завтра стартует новый марафон. Уже многие ознакомились с марафоном, уже известный ЛБЗ. Я даже их, в общем-то, уже озвучивал. И что я могу сказать, ребята, марафон получился адский. Я бы назвал его просто убийственным. Вот честно, марафон смерти, прям так сказать, это какая-то нереальная дичь. Вот посмотрите сами, какие ЛБЗ опыта требуется, ну, чистого опыта, если на усердие выполнять, столько же, как на Су-130П. При этом что-то, я не вижу, что этот танк настолько имбов, как Су-130П. Но при этом наград, ну, вот, не только танк, а еще других наград гораздо меньше. То есть люди уже подсчитали, что где-то примерно в два раза, может быть, даже больше, наград меньше, чем за Су-130П. То есть, ну, именно я имею в виду предварительные награды, там, вот, резервы разнообразные, там, ну, такие вот, казалось бы, не самые, там, крутые награды. Но по чуть-чуть, по чуть-чуть в итоге набирается, что мы недополучили в этом марафоне значительное количество резервов, что крайне обидно. А сам марафон реально требует от вас нереального задротства. То есть, действительно, придется поиграть, если на усердие, то примерно около четырех, а то и пяти часов в день потребуется, а то и больше. Если вы плохо играете, у вас мало техники, то в таком случае может потребоваться и шесть часов в день, чтобы, вот, получить этот танк. То есть, около, от четырех до шести часов, где-то так. Может быть, даже меньше, если вы там хорошо будете играть, больше опыта чистого будете получать. То есть, в таком случае, может быть, ну, три часа. Это самый такой вот, в самом лучшем случае. То есть, от трех до шести часов нужно будет играть каждый день. И вы сами наверняка понимаете, что не у каждого человека вообще столько времени находится. И, собственно, еще ко всему прочему, ну, это очень сильно вредит вашему здоровью, друзья. То есть, сами, в общем-то, думайте головой. То есть, рассчитывайте свои силы. Все-таки здоровье, ну, практически не вернешь. Стоит ли оно того? Ну, это танк. Ну, это дело ваше. Я рекомендую подходить к делу очень расчетливо, если вы уж в это вяжетесь все-таки. То есть, играть с перерывами понемножечку, отдыхать, там, на улице прогуливаться, кушать, спать и все это. А то, иначе это будет очень даже вредно для здоровья. Но самое еще главное это то, что можно выполнить, конечно, на мастерство, кто-то скажет. Ну, во-первых, не у всех есть танки 10-9 уровня, на которых выполняется на мастерство все это. И, поверьте, большинство игроков на процентов, наверное, 70, ну, большинство ЛБЗ не смогут сделать на мастерство. Потому что, ну, реально там все довольно-таки сложно. То есть, только, наверное, процентов 30 игроков с нужной техникой, если у них много техники и много серебра, чтобы, если что, тратить его. Ну, в общем-то, они смогут выполнить этот марафон. Очень изматывающий, очень долгий, 10-дневный марафон на премиум танк. Но сейчас люди очень соскучились по марафону. И многие, в принципе, готовы в нем поучаствовать, судя по опросам в моей группе. Также еще, что стоит отметить, сразу же после марафона разработчики могут вести черный рынок. Как раз к Новому году готовится такое вот событие. И я бы на вашем месте призадумался о том, чтобы все-таки оставить какое-то количество серебра для черного рынка. И также вы не задумывались, почему разработчики не дали боны ветеранам. Ну, понятно, что есть боновый магазин, но также еще и готовится черный рынок. И вполне возможно, что в этот раз разработчики будут задействовать не только серебро, но и боны в черном рынке. Также, плюс ко всему, могут быть задействованы и другие валюты. Ну, золото это очевидно. Ну, и потом, может быть, свободный опыт. Может быть, даже те же самые чертежи. Ну, в общем, все это, конечно, звучит очень неплохо. Но нужно держать ухо во строй и, как бы, ни в коем случае не пропустить начало черного рынка. Потому что он может вообще и раньше стартовать. Но вряд ли он будет пересекаться вместе с марафоном. Также еще стоит отметить, что с 1 декабря по 31 декабря будут продаваться каждый день разнообразные премиум танки. Многие из этих премов будут за золото. То есть вы сможете приобрести прем танк за голду. Что очень даже неплохо. Ну, то есть у вас там накопилась какая-то сумма в голде. Там, может быть, с рангов. Может быть, еще откуда-нибудь. И вот вы на них сможете найти свои шиши. Купить какой-нибудь весьма годный прем танк. Не советую, в общем-то, бросаться на первый прем танк, который вы только увидите. Покупайте тут реально годные, хорошие машины. Также есть еще один момент, который я хотел бы отметить. Многие сейчас массово начинают писать радостно. И мне в ЛС пишут, даже мои подписчики, говорят. Миха, смотри, 600 тысяч серебра изи нафармил. Продал этого поганого хеллкета. Мне он вообще не нужен. Ну, я как бы спрашиваю у человека. Блин, ну, может быть, не стоило все-таки. Да, это танк. Ну, там, подарочный. Может быть, он тебе не понравился. Но он же стоит золото. И его можно будет продать потом в трейдыни. На что человек очень сильно удивляется. И думает, ну, что, рядом можно его в трейд-ин загнать. Откуда, типа, я знаю эту информацию. Ну, блин, Т-52 тоже можно в трейд-ин сдать. То есть, очевидно, что и этот танк разработчики зафигачат в трейд-ин. Да им, в принципе, это и выгодно. Да и нам это тоже будет неплохо. Хоть какая-то польза от этого танка будет. Может быть, он не такой плохой. Не знаю. Сам на нем пока что особо не играл. Ну, посмотрим. Но в любом случае, знайте эту информацию. Спасибо, друзья, что смотрели. Желаю вам удачи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok